Здравствуйте, друзья! С вами снова я, OneSecond, и добро пожаловать на новое видео по F1-22. И это самое худшее начало сезона в PSGL когда-либо. Это просто, не знаю, у меня, видимо, никогда не получится хорошо стартануть сезон в PSGL, потому что мы вспомним два сезона назад, первый сезон по 21-й формуле, боролся за победу, меня убили. Дальше, в прошлом сезоне в F2, я просто, как бы, вылет в квале, старт с последней позиции, и просто ноль темпов, партимао и исход. И теперь у нас Австрия, где на быстром круге, когда я проехал прекрасно, первый театр ко мне заходит бабушка и спрашивает, будешь ли ты салат из свеклы. Это, это немного плохо, интересно, вот я максимально приглушил звук, интересно, вы слышите, когда он мне спрашивает про салатик. Ну, короче, я еду, пытаюсь что-то там услышать, пытаюсь, как бы, не обращать на это внимание, но пытаюсь одновременно и ехать, и из-за этого еще больше теряю, то есть вывести какие-же ошибки, я просто допускаю на быстром круге, и это просто, это, это говно полное, не круг, ей-богу. У меня очень убогий сплит после второго сектора, то есть там надо ставить минимум 0.3, низкие желательно, у меня там, не помню, 0.5 вовле был, ну и последний сектор был не лучший. В общем, это только 14-я позиция на старте, ну и переносимся в гонку, в гонки. Я напомню, что я все свои гонки сейчас стримлю на Твиче, то есть 34 зрителя минимум наблюдали за этим, за тем, что у меня предошло, и вы, скорее всего, знаете, что тут будет, кто смотрел, тот тоже знает, но просто у нас загораться в Т-5 огней, Гран-при Австрии, ПСГЛ, первый сезон, 31 сезон, Гаса не стартует все своих мест, у меня получается просто прекрасный рывок, сразу пытаюсь пройти две альфа-тауры, я нахожусь на внутренней траектории, имею полное на это право, но, к сожалению, да, к сожалению, ничего я не мог с этим сделать, и как бы... И что мне с этим сделать надо было? Просто что? Да, я там ору на заднем фоне, потому что, конечно, я расстроен, я просто не понимаю, что надо сделать, чтобы приехать нормально в ПСГ или у нас дальше, тем более, Майами, это капец, я по Майами проехал сколько до позавчера, я проехал по Майами три круга в этой игре, и вот проехал там 50% дистанции одну слаз-места, просто по приколу узнал там стратегию, понял, что дрался дерьмо, и понял, что, опять-таки, зачем трениться к ПСГ, если тебя все равно убьют, верно? Верно. В общем, стоил я три секунды на высотом круге, тренин вернуться было нереально, у меня было три секунды отставания от Примаса Миклавчича на момент начала третьего круга, к сожалению, дресс я не получил, и начал просто круг за кругом отставать. Ну, а на этом у меня все, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был OneSecond, всем удачи, всем, пока, встретимся в будущем видео, как-то так.